МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Сегодня мы подведем некоторые итоги недели в информационно-аналитической версии программы «Время говорить». Приступим сразу к делу. И вот что вы увидите сегодня. А куда вы без воды? Их жители деревни Секиотова оказались заложниками начальников от ЖКХ. Что тут откопаешь? Археологи и чиновники проверили состояние исторической и следственной территории вблизи села Аликаново. Первая экспедиция «Лазаревский мемориал» в очередной раз пытаются привести в должный вид. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Проблемой недели можно назвать сложные отношения жителей деревни Секиотова Рязанского района и местной власти. К нам в редакцию пришло из деревни невеселое письмо. Жалуются народ. Отключили им воду в домах. Да и только. А все потому, что ранее люди платили за воду напрямую водоканал, а ныне придет снести свои кровные в некую управляющую компанию. А те заломили цены непомерные и руки потирают. Куда, дескать, вам деваться? Придете, заплатите. Типичной ситуацией для России матушки установить это-таки финансовый фильтр, чтобы отсеивал из народных средств денежки по принципу «это им, а это нам». Ситуацию изучала Ирина Ковалева. С момента нашего последнего посещения деревни Секиотова мало что изменилось. Вода то появляется, то вновь исчезает. Жить с мыслью, а повезет ли нам сегодня, людям порядком надоело. Напомним, что жители этого населенного пункта отказываются заключать договор с управляющей компанией из-за невероятно высоких цен – 32 рубля за куп. Шутка ли? Им даже задали вопрос. А вы что хотите? За наши деньги покрыть ваши долги? А он так и сказал, начальник, он или кто был, экосистема. Он и сказал, да. Прямо так и сказал, да. Если вы поработаете будете платить, а если будет прорыв, будет еще за вас счет будем ремонтировать. Сделали по 60, все равно будет на плате. А мы все живем пенсионеры, у нас таких денег, даже мы сами себе и не обслуживаем. Это что? Налицо нарушение прав человека. Как бороться в этом случае за свои права, нам рассказал Олег Попов. Здесь стоит обратиться, во-первых, в прокуратуру Рязанского района с тем, что ограничивает права потребителей на выбор организации, которая оказывает услуги, либо вот эти услуги посредники, они невыгодны, и они как таковые ограничивают конкуренцию. Одновременно стоит привлечь Рязанское антимонопольное управление, стоит обратиться к господину Луканцову Владимиру Владимировичу, чтобы его аппарат рассмотрел подобную жалобу коллективную от жителей данного поселка. И в дальнейшем, если ситуация не будет решена в досудебном порядке, я думаю, что все-таки будет возбуждено административное дело по факту ограничения конкуренции при оказании услуг, стоит обратиться в суд. Здесь могут помочь наши юристы, которые ведут аналогичные дела. Ну, в частности, сейчас в Рязанском районном суде рассматривается дело по поставке некачественной опасной воды для жителей поселка Турлатова. И здесь два экспертных заключения, которые взаимодополняют, указывают, что употребление данной воды может привести к серьезным негативным последствиям. Дело было принято рассматривать судья Климакова, которая внимательно подготовилась к рассмотрению данного дела. Сейчас назначена дополнительная судебная экспертиза состава воды, которой поставляется данные населенные пункты. Я думаю, что результат будет положительным, поскольку мы всегда, предъявляя иск, берем за основу экспертные заключения, которые в дальнейшем сложно оспорить тем, кто, к сожалению, порой оказывает некачественные коммунальные услуги. В прокуратуру жители уже обратились. Разобраться в этом деле им пообещали. И по имеющейся у нас информации, в ближайшие дни должен решиться вопрос в пользу жителей. Ведь в их просьбе нет ничего нереального. И мы просим, чтобы нас отдали водоканалу. Мы ездили к директору водоканала. Он, в принципе, не против. Если администрация района передаст администрации города, а потом город уже передаст муниципальное предприятие водоканала, то я с удовольствием вас возьму и буду отслуживать. Так мы будем рассказывать. Чтобы понять позицию по этому вопросу главы сельского поселения Ивана Хираима, мы попытались ему дозвониться. Но, к сожалению, кроме длинных гудков, ничего не услышали. Мы будем следить за этой ситуацией и обязательно расскажем, чем она завершится. В качестве информационного материала к репортажу приведем два высказывания. В конце мая на заседании Госсовета президент Путин констатировал, кардинальных изменений к лучшему в сфере ЖКХ не произошло. Людей не устраивает низкое качество услуг. Также глава государства сказал, острота проблемы остается большой. Людей очень часто не устраивает низкое качество услуг, недобросовестное управление, постоянный рост тарифов. Все, как говорится, в точку. Только уж очень хочется скорейшего принятия конкретных мер в этой связи. А то ведь все, о чем президент говорил, мы и сами знаем. Давно уже, кстати. И второе. Ранее в апреле на заседании рабочей группы Госсовета питерский губернатор Георгий Полтавченко заявил, посредники в сфере ЖКХ должны быть ликвидированы вплоть до передачи внутридомовых коммуникаций непосредственно в собственность ресурсопоставляющих организаций. Золотые ваши слова, Георгий Сергеевич. Да только дальше слов в России ничего, как правило, не идет. Слова золотые есть, а дела все какие-то у нас ржавенькие. А с проблемой Секиотова, надеемся, прокуратура разберется. Да и рязанские власти, опять-таки, надеемся, не оставят ее без внимания. Другая проблема вообще носит характер научно-исторический. Археологи, как говорится, бьют тревогу. Уникальные исторические находки, которые возможны при раскопках вблизи села Алеканово, могут и не состояться. Дело в том, что здешние места богаты, говоря бюрократическим языком, базовыми ингредиентами для производства строительных и других материалов. Короче говоря, столкнулись в Алеканово интересы ученых людей и бизнеса. И пока что вечные ценности отступают перед напором деловитых предпринимателей. Вся территория возле Алекановских озер – это памятник древности, причем имеющий значительную археологическую и культурную ценность. Территория отследовалась известным археологом Городцовым еще в конце 19-го века. На все памятники, которые сейчас мы имеем здесь, в середине 70-х годов были составлены паспорта афеологической экспедиции Государственного исторического музея, который находится на Красной площади в Кремле. Автор Шоломеев. Вот сейчас мы находимся на территории Алеканово первой стоянка. Ну, где-то третья, вторая, то есть средняя нашей эры. А в то время, когда они были 70-е годы, здесь, я считаю, карьер, вот сам разрабатывался для строительства дороги на Спаск. И сверх от косов был собран большой многочисленный материал в виде ремневых орудий, ну и фрагментов керамических сосудов. Однако с недавнего времени на части территории Алекановских памятников древности появился железный забор, а также песчаный карьер. И уже сейчас, как утверждают ученые, уничтожено несколько культурных слоев. Могу добавить, что забор до сих пор, Министерства культуры не согласован. В принципе, с этой точки зрения, с точки зрения охраны культуры и наследия, он незаконен. Карьера, эта борьба идет давно. Ну, в принципе, согласовывали мы им с определенными ограничениями еще в 2000 году. Но в течение 2011-2012 года они срыли там пару памятников археологии, которые мы ведь не успели полностью исследовать. Рязанские археологи совместно с чиновниками из регионального Министерства культуры регулярно совершают инспекционные поездки на место памятников старины. Кстати, и в этот визит ученым удалось обнаружить фрагменты керамики. Впрочем, остановить разрушительную для исторической науки разработку карьера археологи не в силах. Они надеются лишь на активные действия со стороны правоохранителей и государственной власти. Надо добавить, что археологические находки у села Аликаново вообще имеют мировое значение, причем уже давно. Еще в 1897 году выдающийся археолог Василий Алексеевич Городцов в местном раскопе обнаружил глиняный сосуд, по окружности которого были начертаны странные знаки. Ученые сделали сенсационный вывод. Это образец неизвестного славянского письма. Была, выходит, у пращеров письменность еще до Кирилла и Мефодия. До сих пор, несмотря на множество попыток, надпись однозначно не расшифрована. А сколько же вероятных находок ковшами экскаваторов теперь порушено и не сосчитать. Продолжаем историческую тему, но с более позитивным оттенком. Резанские ученые, студенты и общественники взялись за составление полного реестра захоронений на Лазаревском кладбище. Да и то сказать, которое десятилетие этот комплекс в центре города является собой пример того, как мы чтим своих ушедших в мир иной. Унылое запустение, развалившиеся склепы, затоптанные могилы, расколотые памятники. Горько от этого, что и говорить. А ведь на Лазаревском упокоились знаменитые люди, воины времен наполеоновских сражений и, конечно, известные и уважаемые горожане. О первой поисковой экспедиции на Лазаревский комплекс рассказывает Оксана Зевенихина. В 1774 году на южной, тогда еще окраине нашего города, было устроено Лазаревское кладбище. Это одно из древнейших мест в Рязани. С середины 90-х кладбище неоднократно пытались привести в порядок. На сегодняшний день действует целая группа добровольцев. Задача молодых участников экспедиции в том, чтобы облагородить и привести в порядок заброшенные могилы и часовни. Но это еще не самое основное. Вот уже больше 50 лет Лазаревское кладбище не является действующим. Здесь очень много могил, и, к сожалению, с каждым годом все меньше людей приходят навестить их, они поросли травой. Каждый желающий может прийти и поучаствовать в проекте по восстановлению и архивированию Лазаревского кладбища. Ведь нет будущего у того поколения, который не помнит о своем прошлом. С конца 18 века и до середины 20-го за стенами Рязанского некрополя нашли свое последнее пристанище десятки ученых, церковных и театральных деятелей. Мы стоим у могилы Святого Блаженного Василия Кадымского. Его мощи перенесены были сначала в собор Бориса и Глеба, а после того, когда была построена церковь Лазаревская, то перенесены были сюда его мощи. И мы, если повернемся с вами направо, то сразу в окнах можем увидеть Раку. И там как раз покоится сегодня мощи Святого Блаженного Василия Кадымского. Отсюда нам сразу увиден памятник на фамильный склеп Павловых. Здесь, кроме Ивана Петровича Павлова, похоронены все его близкие, родные. И вы видите, что прямо напротив алтаря. Почему? Потому что отец Ивана Петровича Павлова, Петр Дмитриевич Павлов, был протеереем и был настоятелем этого храма. Наш проект в этом году, он посвящен тому, чтобы составить полный реестр захоронений. К сожалению, не сохранились документы. Вот нельзя так сказать, кто сегодня похоронен на кладбище поименно. В силу многих обстоятельств, главным из которых является то, что кладбище было в советский период, предано просто поруганию. Есть старина, которую надо беречь, а есть ветхость, от которой надо избавляться. На этой неделе опубликовано решение городских властей Рязани о развитии застроенной территории в железнодорожном районе. В границах улиц Гагарина, Чернобаевской, 1-й железнодорожной, 3-го проезда Гагарина. Дело хорошее, перспективы светлые. На 1-й железнодорожной оставалось одно заброшенное здание. Дом номер 56. И словно по мановению волшебной палочки взял этот дом, да и загорелся. Дело было в четверг. Не секрет, что так застройщики привыкли избавляться от лишних хлопот и затрат по сносу зданий. Незаконно, зато эффективно. Загорелось все. Часа в 4 дня к 5 потушили. Сейчас, как сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МЧС, причины пожара и ущерб устанавливаются. Впрочем, когда разваливается и внезапно загорается пустующий дом, оно как-то и не жаль. А вот когда в новой квартире вдруг по стене ползет трещина, тут настроение, конечно, другое. Огорчение недели в рубрике «Так и живем» от Глеба Галушкина. Семья Татьяны Гришиной купила квартиру на улице Культуры, дом 8, что в поселке Преокский около полутора месяцев назад. По ее словам, и место расположения многоэтажки, и тихий двор, и планировка квартиры, и даже высокий 14-й этаж, семью устраивало все. Однако радость владельцев жилья была недолгой. Как только они приступили к ремонту, то обнаружили в стене трещину. Кое-что здесь так начали делать потихонечку. Дверь. Когда стали менять эти трубы, вот вышли как бы повнимательнее и начали рассматривать, но уже свою как бы это. Увидели вот эту трещину, которая находится в углу, идет вот так вот по балкону, выходит сюда вот к нам в комнату. Трещина, как говорят хозяева квартиры, образовалась на внешней стене здания. Сейчас они беспокоятся за безопасность дома. Я решила подстраховаться, я пошла к техническому директору Евгению Юрьевичу. Попросила у него консультации, сказала про вот это вот. Он начал расспрашивать на словах, что да как объяснило. Он позвонил сюда инспектору Юли, спросил, не по внешней стороне это, она нет, там не видно снизу, а это 14-й этаж, я не могу сказать. Но он говорит, дом усадку давал, дом два года как введен в эксплуатацию. И это естественно, что 14-й этаж, штукатурка некачественная, и вот эти вот трещинки, просто замазать, как бы такой косметический эффект, вот эти морщинки. Ну и как-то так вот, можно сказать, поверили что ли, хотя не надо было бы на слово. Теперь Татьяна Гришна намерена пригласить специалистов и сделать инженерную экспертизу. И если экспертное заключение будет для нее неутешительным, то она собирается обратиться в суд на компанию застройщика. В эфире информационно-аналитическая программа телекомпании «Город». Время говорить. Мы подводим итоги недели и продолжим это делать во второй части проекта. Вот ее некоторые темы. Найти человека, пропавшую в лесу бабушку, ищут уже год. Говори прямо. Начальник полиции готов ответить на любые вопросы будущих подчиненных. Есть победа. Журналист телекомпании «Город» Олеся Харлина стала победительницей всероссийского профессионального конкурса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Начнем с приятных известий. Федеральная служба исполнения наказания подвела итоги ежегодного конкурса журналистских работ на страже порядка. Свои материалы на конкурс прислали почти 200 участников. Это видеосюжеты, радиопрограммы, печатные интернет-публикации. Председательство в жюри заместитель директора ВСИН России генерал-майор внутренней службы Анатолий Рудой. Это предварительная информация, а интрига и развязка в репортаже Глеба Галушкина. В этом году специальный приз директора ВСИН России получила журналист нашего телеканала, автор и ведущая информационно-аналитической программы «Вызов принят» Олеся Харлина за свою работу о трудовых буднях работников колонии номер 2. О заключенных в обществе вообще не принято говорить хорошо, тем более, когда срок не первый, а преступления серьезные. Начальник колонии номер 2 Владимир Вовченко разгильдяйство на своей территории не терпит. Но именно за хозяйский подход к делу и человеческое отношение к подопечным его уважают по обе стороны колючей проволоки. Члены жюри отметили, что в этом году все представленные на конкурс журналистские работы выполнены на высоком профессиональном уровне. Оттого особенно приятно, что именно труд рязанского журналиста Олеси Харлиной отмечен высшей наградой руководства ВСИН. И журналистом за увидев медиа Олесю Харлину Рязанцева область. Олесе известна рязанцам как автор программы вызов принят. Ее материалы отличаются прямотой суждений и аналитическим подходом к проблемам. Нередко ее работы вызывают споры, кто-то называет их слишком жесткими. Но такова наша действительность и припудривать ее лживым сахарком надуманного пафоса не в правилах нашей телекомпании. Так что хотим сказать Олесе все правильно и так держать. Это событие, ну уж позвольте нам считать победой недели. А сама героиня сюжета не имея времени почивать на лаврах уже готовит к эфиру свои новые авторские программы цикла вызов принят. Продолжает наш эфир сюжет как раз от Олеси Харлиной. На днях главный рязанский полицейский и руководитель областного УМВД Николай Пелюгин внес новое веяние в процесс и технологии общения курсантов и слушателей университета УМВД с начальством. Он предложил молодым задавать прямые злободневные вопросы руководству, невзирая на лица. Продолжает наш эфир полицейская демократия недели. Вы знаете, я готов ответить на любой вопрос, а что в головах у наших курсантов мы, наверное, сегодня вот и увидим. Я думаю, только положительные моменты должны быть, хотя и на щекотливый вопрос я не боюсь отвечать. Поначалу испугались скорее курсанты. Конечно, в первую очередь их интересовало будущие перспективы, но первого вопроса Николаю Пелюгину пришлось ждать долго и оказался он на другую злободневную тему. У меня такой вопрос товарищ полковник, на ваших стилях современные требования к документу обороту в системе оборудованиях позволяют адекватно быстро реагировать на запросы в целом или есть какая-то геропрактическая барьера? Вопрос в сотрудниках стоит. И, кстати, сказать, это не только на современном этапе. Знаете, без денег найдет тысячу отмазок. Как затянуть процесс, как не заниматься тем или иным материалом, заявлением, обращением гражданина. Я могу привести ну, как положительных примеров огромное количество ну, наверное, целесообразные критические моменты, да, привести вот конкретно, да, когда мы начинаем говорить умными словами, а на самом деле все просто и ясно. Вот скажите, пожалуйста, какой нужен такой там нагрузки, документы обороты, нормативные акты, когда гражданин обращается к участковому в течение трех месяцев, дорогой товарищ участковый, а мне, пожалуйста, характеристику дайте с места жительства. Там и нужно писать три строчки, да, характеризуется положительно или отрицательно. Вот уж если не расписывай, бездушно даже отнестись. Ну, три месяца он гражданином, скажите, пожалуйста, какие нормативные акты здесь нужны? Чего тут мешает работать? Сказочки это все. Один из ведущих вузов страны, отметил начальник управления, не имеет права выпускать специалистов, которые не умеют общаться с населением, будь то обыкновенный дворник или предприниматель. Ситуация в регионе всегда разная, но по большому счету отъявленных отморозков стало значительно меньше. А сотрудничество действующих полицейских с курсантами стало лучше. Пример – майские праздники. Далее просьба недели. Заблудившиеся в прошлом году в Сасовских лесах пожилая женщина Вера Ивановна Колесина до сих пор не найдена. Однако ее родные не потеряли надежду узнать судьбу пропавшей. Вновь и вновь обращаются они как в официальной инстанции, так и просто к людям, которые вдруг что-то дознают о потерявшейся бабушке. У меня мама пропала. Это случилось 26 августа 2012 года. Моя мама, проживавшая в поселке Сотницын со своей старшей сестрой, пошли в лес за грибами, доехав до Сасово на электричке. Там пересели на Кустаревскую электричку, доехали до 395-го километра. И пошли в лес за грибами. Как говорит Евдокия Ивановна, старшая ее сестра, они расстались сразу. Разошлись как бы. Но Евдокия Ивановна тоже заблудилась. Она кое-как вышла к местным жителям, которые ей подсказали, как дойти до железной дороги. Она приехала с последней электричкой и ехав думала, что мама уже дома, так как ключи были от квартиры у нее, у мамы. Но мама не оказалась. На следующий день позвонили мне. Я приехала, начались поиски. Хочу выразить огромную благодарность и сказать большое-огромное спасибо начальнику Сасовской полиции, Троицкому Алексею Владимировичу и всем полиции, всех районов, которые помогали. Люди все приходили, и все помогали как могли. Большое всем огромное спасибо. Но так мама, конечно, не нашлась. Если кто-то видел, кто-то слышал, пожалуйста, сообщите мне по телефону, который будет указан на экране. И мой телефон 8-910-614-85-56. Зовут меня Антонина, я дочь, которая гарантирует вознаграждение 200 тысяч. Далее в программе репортаж Ирины Ковалевой. Прямо с арены Рязанского цирка ей выпала приятная и недальняя командировка. В цирк на новое представление с более чем впечатляющим названием «Семь чудес света». Первый летний день запомнился рязанцам не только жаркой погодой, но и возможностью увидеть «Семь чудес света». Именно так называется новая цирковая программа, приехавшая на гастроли в наш город. «Семь чудес света» название не случайное, ведь это шоу представляют семь заслуженных артистов России, каждый из которых работает в определенном жанре. Здесь и невероятно красивые выступления воздушных гимнастов под куполом цирка, больше похожие на волшебный танец, вращение геометрических фигур, невероятные трюки акробатов и, конечно же, веселые клоуны – одно из самых смешных чудес света. Александр Вороницкий и Сергей Япанов работают в паре уже 20 лет, и тем не менее каждый раз волнуются перед выходом на арену, ведь для клоуна самое главное – дарить улыбку и хорошее настроение. «Сегодня день премьеры, сегодня мы на нервах, тяжеловато, тем более мы после отпуска, все это жарко, душно, но все равно все хорошо. Зал хороший, я говорю, мы не первый раз в Рязани, и каждый раз прием хороший». Особое место в программе занимают животные. Здесь любимый всеми и такой родной косолапый мишка и обитатели экзотических стран – верблюды, ламы и даже зебра. Особый восторг у зрителей вызвали конные номера династии Александрова Серж. Каждый раз зал с замиранием сердца наблюдал за невероятными трюками, а потом взрывался аплодисментами. Шоу удивило и порадовало детей и их родителей. Ну а те, кто еще не успел посетить это представление, спешите, ведь лучше один раз увидеть все своими глазами, чем сто раз услышать. «Чудес и цирк» у нас и в политической жизни хватает. Чего стоит один предстоящий развод президентской читы, ставшей сенсацией недели. Теперь в России одним завидным женихом больше и при должности, и загранкомандировки, и жилье в историческом центре столицы. Но это дело личное, хотя в истории России, матушки, что-то не припоминается таких вещей с официальным расставанием лидеров державы со своими законными половинами. Когда-то жен, получивших отставку, отправляли в монастырь. Последним из самодержцев так поступил Петр I, отправив из европейской командировки, а точнее Великого посольства, распоряжение свою жену Евдокию Лопухину постричь в монахине. Это было незамедлительно сделано. До Петра знаменитый Иван Грозный постричь в монахине четырех своих жен из восьми официально признанных, а две избранницы Грозного, Марфа Собакина и Мария Долгорукая, вообще были убиты вскоре после свадьбы. В династии Романовых несчастлив в браке был и Александр II. В последние годы царствования он фактически не жил с супругой Марией Александровной, а завел другую семью с давней любовницей Екатериной Долгорукой, родившей ему четверых детей. Как известно, были немалые семейные проблемы у вождя народов Сталина. Первая его жена Екатерина Сванидзе скончалась от Тифа, а вторая, Надежда Аллилуева, родившей Сталину сына Василия и дочь Светлану, многие годы хотела разорвать отношения. По некоторым данным, от мужа она уходила дважды, но дважды и возвращалась. В ноябре 1932 года она застрелилась. Остальные советские лидеры жили в семьях тихо и мирно, а печально романтическая история Михаила и Раисы Горбачевых вообще известна всему миру как образец семейных отношений. Но развод дел семейный, вмешиваться в него не стоит. На сегодня все. Желаем всем крепкого семейного счастья, любви и добра. Увидимся, как обычно, в программе «Время говорить». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова